Продолжение следует... Я хотел бы сегодня рассказать о том, что в Counter-Strike существуют роли, как в принципе и в Dota 2, в Counter-Strike тоже есть определенные роли. Давайте и разберемся. In-game лидер или капитан. Цель – координация действий команды, анализ игры противника, подбор нужной тактики. Играют очень важную роль в моральном состоянии команды. Большую часть игры капитан находится позади, концентрируясь на карте и радаре. Вносит изменения в тактике, если они необходимы при какой-то либо ситуации, либо еще при каких-либо моментах, когда стратегия не работает. Следующая роль – это Entry, либо Tank. Цель – сбор информации на точках, куда движется команда противника, а также OpenFrag. Снайпер – всегда выходит первым, вне зависимости от количества хеллспоинтов, армора или девайса. Должен иметь высокий уровень стрельбы, знания позиций, таймингов и отменную реакцию. Снайпер – цель – OpenFrag. Контроль необходимых зон, прикрытие тиммейтов. Должен перемещаться по карте вместе с командой или очень гибко, и быть там, где это необходимо. И прикрывать при этом своих тиммейтов. Лурк, либо кемпер, проще. Цель – сбор информации для отхода команды. Должен находиться в неожиданных местах, чтобы перехватывая противника, перейдя в себя на другой план. И зачастую убивать противника в спину. Это очень важно, потому что роль кемпера, по сути, чем-то напоминает танка, но тут есть отличия. Роль подойдет для пассивных игроков, у которых средняя им реакция. Быть люркером не значит быть самым слабым звеном команды, я считаю так. Именно этот класс часто может изменить ход события в раунде, в целом и в игре. Этот человек должен знать по секундно карту. И немаловажно, он по инфе должен очень хорошо работать спину, по сути, часто поджимать. Следующая роль – это у нас суппорт, либо прикрывающий. Также можно назвать это еще такой роль, как холпающий, но к этому подойдем чуть-чуть позже. Цель – выполнение черной работы, раскид, клатч моменты. Но лучше сказать то, что не клатч моменты, а именно раскидка полная и, возможно, эконом средств для того, чтобы дропнуть своему тиммейту в какой-то важный раунд. Обязан всегда иметь при себе моменталки, двигаться всегда с танком, либо проще сказать, андрей. Обязан прикрывать его, в случае его гибели разменять по возможности соперника. На роль подойдет игрок со средним скиллом, но знающий все о раскидке. Еще я бы хотел от себя дополнить несколько ролей. Также можно сказать, когда вы играете на какой-то точке и до конца остаетесь, такая роль называется опорник. Цель данного человека – играть до последнего на точке, при этом иметь очень-очень-очень хорошую стрельбу и возможность принять несколько противников. И при этом оставить, возможно, человека лоу хп, либо хотя бы наполовину. Основная роль, помимо того, что он должен играть до конца, как можно быстрее сообщить выход на его точку или нет. Как можно тихо играть на точке, при этом с каждым раундом менять позиции, дабы, если идет выход, не знали его позицию. Также еще хотел бы добавить еще одну от себя роль – это хелпающие. Этот человек играет очень гибко. Он может играть на одном планете, но при этом он будет играть гибко. По одной информации он должен в какой-то момент перетягиваться, при этом он должен иметь при себе какой-либо раскид. И эта роль очень, так сказать, может даже подойти, по сути, и капитанам. Просто выполнение двух ролей. Капитан может быть хелпающим, бегать с одной позиции на другую и так далее. Хотел бы вам сказать сразу, дорогие друзья, что вы можете выполнять несколько ролей. К примеру, быть опорником и при этом играть снайпером. Но это все такие моменты игровые. Если играть, по сути, полностью командой спецчеловек и все живы, то у каждого должна быть своя отведенная роль. И ни в коем случае вы не должны исполнять, по сути, какую-то две или три роли. У вас должна быть определенная роль. Либо поджать, либо быть снайпером, либо пойти в роль энтри, либо капитана. Это уже ваш выбор. Если у вас какие-то возникли вопросы насчет данного текста, который я вам предоставил, и информации, пожалуйста, пишите в комментариях, я обязательно отвечу вам. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok